В Пакистане проходит сбор гуманитарной помощи жителям провинции Панджаб и Кашмир, пострадавших от наводнений. По последним данным, стихия унесла жизни около 280 человек. В индийской части Кашмира жертвами сильнейшего за последние 50 лет наводнения в регионе стали примерно 200 человек. Из-за муссонных дождей местные реки вышли из берегов, затопив целые населенные пункты. Тем временем армия в борьбе со стихией готовится к взрыву трех стратегических дамб на реке, чтобы перенаправить воду по другому руслу. Военные спасатели занимаются эвакуацией населения, осуществляют доставку чистой воды и продовольствия в районы наводнения. В Узбекистане попал в аварию автобус, перевозивший людей на уборку хлопка. В результате пострадали несколько человек. ДТП произошло на трассе Ташкент-Джизак. Компания по сбору хлопка в Узбекистане началась на прошлой неделе. На поля отправляют в первую очередь работников госучреждений и студентов. По некоторым сведениям, со студентов берут расписку, что они едут на сельхозработы добровольно. Правозащитники подвергают критике практик узбекских властей по использованию детского труда на хлопковых полях. Ряд крупных иностранных текстильных компаний уже несколько лет бойкотируют ситуацию, не закупая узбекских хлопок. Пожар на Никольском рынке в центре Алматы потушен. Пламя охватило несколько торговых точек и кафе на территории рынка. Это не первый пожар на торговых площадях Алматы. В начале месяца горели торговые точки на рынке Алатау, расположенном на территории так называемой барахолки в северной части города. Ранее были снесены несколько входящих в нее других рынков. Власти Алматы неоднократно заявляли, что на городских рынках не соблюдаются правила противопожарной безопасности и нарушаются санитарные нормы. В Пакистане зарегистрированы три новых случая заболевания полиомиелита. Их общее число за этот год достигло 146. Новые заболевшие обнаружены в горных племенных районах, где находится очаг эпидемии. Действующие там боевики убили несколько медицинских работников, участвующих в кампании вакцинации против полиомиелита. Экстремисты полагают, что кампания используется Западом для забрасывания в эти районы шпионов. В Казахстане прошла церемония проводов национальной сборной на азиатские игры. Они откроются в южнокорейском Инчхоне 19 сентября. На предыдущих играх сборная Казахстана заняла пятое место, завоевав 18 золотых медалей. В играх, которые продлятся до 4 октября, примут участие также и другие страны Центральной Азии – Афганистан, Кыргызстан, Таджикстан, Туркмейстан, Узбекистан. Спортсмены будут состязаться в 36 видах и дисциплинах. Эти и другие новости читайте на сайте rus.azatek.kg. Всего доброго и до свидания.